здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналисты лазарь данович здравствуйте и мар горин здравствуйте роман аркаевич абрамович российский бизнесмен владелец много перечислять чего все знают чего вот он стал израильтянином теперь уже официально но всяком случае процентов на 99 так как об этом сообщают израильские многие российские другие мировые сми но официального подтверждения от каких-то вот органов что называется израильских и других не было пока что во всяком случае на тот момент когда мы записываем эту программу но тем не менее кратко телеграфно сообщалось о следующем что романов короче абрамович прилетел в израиль получил то удат оле то есть удостоверение нового репатрианта это удат зовут удостоверение личности по разным вариантам получил и паспорт даркон израильский позволяющий путешествовать по миру и потом сразу же улетел но опять-таки все это официально не подтверждено хотя может быть у коллег и другая информация которая не сейчас поделится если они у них есть но я с вами хотел собственно поговорить не только об этом а той реакции которая вызвала сообщение о том что абрамович стал израильтянин вот она какая-то была во всяком случае в израильском сегменте социальных сетей на русском языке то что я видел она была такая двоякая отчасти злорадная как мне показалось отчасти радостная вот вот мол мы какие к нам кто едет а отчасти ну что это такое ну вот все к нам бегут ну что ж мы уж совершеннейшая помойка все всех принимаем а вот какие у вас впечатления ну во первых то что он действительно стал израильтянином во всяком случае получил израильское гражданство это медицинский факт это действительно произошло и сегодня даже по государственному радио очень высокий начальник этого ведомства я имею прием репатриантов и иммигрантов назовем их так это подтвердило вот так что все все состоялась состоялась вот по поводу набора документов я думаю что он все таки все их получил там человек чуть чуть более занятый чем мы и нагруженный так что ему часто летать вряд ли не досуг не досуг вот что касается реакции реакциям как мне показалось я тоже это дело как бы прошерстил вот реакция была в большей степени положительная добрая и нормальная чем даже чем иронично 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 и было достаточно много но она это было по большей части добрая ирония небогатых людей по отношению к людям богатым а злобные реакции почти не было почти не было это настолько было редко редко или это уже такие отморозки социальных сетей которые на любой скрипт тут же отвечают испусканием разного разных веществ язву да назовем их так в принципе что произошло еврей по отцу имеющий право по закону о возвращении на израильское гражданство много и довольно щедро помогавший израилю в в ряде его проявлений то есть тут и больница шиба тут и музейные дела и архитектура и чего только не было довольно стартапы и все же я уже вот я к этому подбираюсь и и в серьезные науки в серьезном производстве поучаствовавший то есть никак на мне не чужой во многих отношениях человек решил это дело скажем так узаконить что этому предшествовало какие разного рода теории выдвигаются вот с английской визой проблемы с этим кстати израильское гражданство не дает возможности вот вот таким образом все равно у него есть какие-то определенные временные сроки которые мы можем находится без визы в великобритании израильское гражданство не дает карт-бланш на все она дает на определенную на определенный набор свободы передвижения и свобода и проживания вот я считаю что это абсолютно частное дело частного человека богатого очень богатого еврея и очень достойного человека во всех своих во множество своих проявлений очень достойного человека, то есть сделавшего очень много для России в качестве губернатора, очень много сделавшего для российского и мирового бизнеса, и что особенно приятно для мирового спорта и футбола, в частности. Стал израильтянином, но злобствуйте дальше. Но я по этому поводу могу испытывать только нормальные, хорошие человеческие чувства. Хорошо, Марк, у тебя те же чувства? Скажем так, сходные, но я хотел бы сказать несколько в другой плоскости. Я хорошо помню, я еще в Москве работал, когда имя господина Абрамовича впервые стало появляться в прессе и в разговорах как о человеке близком к серьезному, может быть, очень серьезному бизнесу. Это были еще достаточно ранние годы, так сказать, новой России. И уже тогда я помню, что люди, которые были намного старше его, из рекомендовавшей себя, имевшие уже имена в этом мире, отзывались о нем с большим уважением, хотя он был тогда для них двое примерно моложе. С тех пор прошло уже достаточно немало лет, и, в общем, я об этом человеке, хотя ходили какие-то иронические, так сказать, шутки и так далее, все мы их слышали, ничего плохого в человеческом отношении, за исключением, может быть, некоторой близости к финансированию семьи Ельцина, ну, как говорится, ну, это, вряд ли было возможно этого не делать, вне этого мира, я о нем ничего, в общем, поручившего не слышал, хотя грязь и сплетни ходили тут едва ли не обо всех. Даже, даже антисемитские груди, умиравшие все время, какие-то бесцветия в этом плане, как-то вот к этому имени ничего плохого не прилипало, а хорошего слышал немало, и как о меценате, и та же Чукотка, так сказать, начальник Чукотки, шутка не новая, вот, но слышал, как он там работал, как менеджер, со специалистами по поводу Чукотки, это оставляло его уважение, вообще, то, что я слышал, у меня остались хорошие впечатления, связанные с этими именами, поэтому, я вот думаю, человек, как говорится, еврей, решил стать гражданином Израиля, почему у каждого из нас как-то складывались судьбы, когда мы принимали такое решение по каким-то причинам своим, он принял по своим каким-то причинам, знаете, я слышал и как бы читал немало о том, что талантливыми финансистами или бизнесменами могут быть примерно очень-очень талантливыми, и очень талантливыми скрипачами или шахматистами могут быть 5-6 процентов от общего количества людей, не более того, а, наверное, такими уже совсем, даже не 5-6, а, нет, и когда человек с таким талантом в финансах или, опять же, играющий на скрипке или шахматист, еврей, становится гражданином моей страны, я теперь, теперь будет это хорошо, это здорово для нашей страны, такой человек, я, честно говоря, надеюсь, на немногие, что его имя, его талант, бизнесмена и все пойдет на пользу нашему государству и обществу, и я знаю очень достойные имена небедных людей, которые, приехав сюда, вкладывали серьезные деньги в развитие нашего общества. но еще денег там никто не сомневается, он вспомнил до этого. Понятно. Ясно. Лазарь, вопрос к тебе. Я хочу вернуться к реакции, о которой я сначала спросил и ты частично прокомментировал. Да, была сначала ироничная реакция и я соглашусь, что ирония была такая добрая, в общем-то. Были шутки по поводу того, что Британия в шоке, теперь футбольный клуб Челси принадлежит израильскому бизнесмену. Было очень коротко. Челси наш. Да, были еще какие-то другие шутки. Мне понравилось, что корзину абсорбции он может предложить в министерство абсорбции. Да, но я хочу вернуться все-таки к другим комментариям и вопросам, которые задавались в социальных сетях по этому поводу. В основном по поводу процедуры именно получения его гражданством, так как она описывалась в прессе, во всяком случае. Я не знаю, как оно было на самом деле. Действительно ли он прилетел на частном самолете, действительно ли процедура заняло, как писали, буквально там полчаса или там сорок минут и потом он сразу же улетел. Люзови задается такими вопросами. Прошел ли он всех, как и любой другой, имеющий право на возвращение процедуры? То есть, подавал ли он где-то полгода назад заявление в консульство в той стране в России или в Лондоне, где он жил в то время? Мы знаем, какие очереди есть в Москве, когда я вижу по несколько месяцев ответа, по несколько раз приходят к консулу на приемные беседы, потом прилетают. Мы знаем, какие проблемы порой возникают у тех, кто приезжает и так далее и подобное. Или же, или же на полном серьезе задают вопрос без как бы подковырки. Или может быть действительно от такого уровня люди должны быть освобождены, имеют право быть освобождены от подобных бюрократических преград и имеют право на такое ВИП-обслуживание. Вот меня интересует твоя точка зрения по этому поводу. Ну, во-первых, насколько я знаю, он прошел абсолютно все процедуры. А здесь-то точно прошел все процедуры, которые сейчас упрощены до... Ну, здесь понятно, и между оформлением документов. Оформление документов. Нет, имеется в виду документы задолго до этого. Я думаю, как человек, прилетевший на частном самолете, он, наверное, мог выбрать и согласовать то время... Нет, то время прилета, когда меньший наплыв новых репатриантов, когда они прилетают большие группы, вы знаете, когда «Нефеш-бенефеш» от душа в душу, вот, или там на «Алее». Есть место между самолетами. Совершенно верно. Это вполне, может быть, было согласовано, чтобы он не сидел в очереди. Наверное, он не сидел в очереди. Но то, что он прошел на общих основаниях, это факт. Точно так же, как любой прилетевший сюда... То есть, из-за явления на репатриацию он подавал где-нибудь за 3-4 месяца назад? Это я не знаю. Этого я не знаю и поэтому говорить не буду. Не знаю, может быть, да, может быть, нет. Я не думаю, что, если он это делал в Великобритании, то вряд ли, потому что он там не гражданин. Он должен был делать дело в Москве. Я думаю, наверное, какое-то иное отношение к нему могло проявляться. Но, понимаете, он ведь пришел за гражданством другой страны. Так что, я не думаю, что это было тоже встречено с огромным восторгом и впереди себя бежали чиновники, чтобы ему помочь. Наверное, это тоже происходило совершенно нормально, достойно и порядочно. Но он вообще такой человек, говорят. Особенно не лезет. И потом, понимаете, есть тут какая-то червоточинка во всем, что мы обсуждаем. Если это богатый и очень всемирно заявивший о себе человек, то давайте поищем в его намерениях какую-то червоточинку. Человек, привлекая к себе внимание, вполне естественно. А может быть, в этом не обязательно есть. Это не Мейрландский. Мейрландский полстраны тут построил. Руководитель И тем не менее гражданство не получил. Руководитель американской мафии. Стой, да, стоил бы обидеть, кто это. Да. И когда это... Главарь американской мафии в 30-х годах, в 50-х годах, в 50-х... Еврейской. Еврейской. В 50-х годах это было. Было ему отказали, гражданство. Просто отказали, одиозно, несмотря на весь твой вклад, одиозная фигура, извини, мы не пойдем на эту. Понимаете, когда Альберту Эйнштейну предложили стать не просто израильтянином, а президентом нашей страны, он отказался. Никак не было сказано, ах, какой же негодяй этот Альберт Эйнштейн, который прокинул нас, не стал нашим президентом, да более того, даже не стал нашим гражданином. Где-нибудь вы слышали такое? Галь Гадот, чудо-женщина, краса нашей гордость, голливудская, отказалась вести Евровидение в 2019 году. Сейчас будут говорить, ах, вот какая она, а что же вы так вот, откуда это, знаете, был такой термин в наши молодые годы в другой стране, низкопоклонство перед Западом. Да, было такое выражение. У вас Наталья Портман обязательно должна быть за вас, она против вас и будет всегда, она абсолютно антиизраильский настроенный человек. Галь Гадот не хочет везти в Иерусалиме. Она еще не отказалась. Она отказалась. Везти в Иерусалиме, это потому что... Евровидение. Евровидение, она не хочет никак ассоциироваться. Айнштейн не захотел быть президентом. К ним как бы вот, да ладно, но они же великие и наши, а тут надо покопаться. А с Абрамовичем надо покопаться. Абрамович, который построил половину, вторую половину достроит, когда приедет, дает деньги на это. Да, он будет жить наездами. Да, центр его интересов все-таки в Европе и не в наших Палестинах. Да, он в большей степени, наверное, все-таки россиянин, чем израильтянин. Слишком много там лежит у него и интересов, и его личные, и прочие истории. Да, он будет у нас наездами. Он будет родным гостем, скажем так, да? Или родным таким гражданином. Гражданином гостем. Вот так, гражданин гостем, гражданин поэт. Да, есть такое. Вот. Вас это сильно ущемляет, значительно больше, чем Мейерландский и Альберт Эйнштейн. Я думаю, надо все-таки иначе на это смотреть. Иначе. Надо по-человечески на это смотреть. Это частное дело. Он сделал замечательный шаг в своей жизни. Чем он продиктован? Я не думаю, что он продиктован чем-то криминальным, не дай бог, или постыдным. Он продиктован совершенно нормальными чувствами человека и расчетами человека тоже. Ну, вполне возможно. Мы не знаем, какими расчетами продиктовано желание стать израильтянином. Как новый репатриант он в течение года будет освобожден от налогов. Десяти лет. А, десяти лет. Прошу прощения, десяти лет, что тоже подчеркивают многие СМИ. И это вполне естественно, что они это подчеркивают. Да, а год, подождите, год что-то... Год там что-то другое. Год вполне, по-моему, будет иметь скидку на муниципальный налог, если будет здесь жить. Да, да, да. Продолжение следует...